Злокачественные опухоли головы и шеи Мы видим цифры, что от 20 до 50% на момент установления диагноза имеют четвертую стадию. Это все, безусловно, сказывается на отдаленные результаты. Видим, что от 20 до 40% умирают пациенты в течение первого года после установки диагноза. И сегодня нам уже доступны обновленные статистические результаты по заболеваемости и смертности злокачественных новообразований в 2019 году. И видим, что показатели смертности больных от опухоли головы и шеи впервые превысили показатели смертности от ракопредстательной железы. Среди факторов развития плоскоклеточного рака головы и шеи, кроме курения, употребления алкоголя, важное значение имеет и инфицирование вирусом папилломы человека. Мультидисциплинарный подход – это основа лечения распространенных форм плоскоклеточного рака головы и шеи. Принципы отбора пациентов. Основа – это оценка статуса пациента, который включает в себя и КОК, сопутствующая патология, нутритивный статус, желание пациента, оценка статуса опухоли, которая включает резиктабельность, выраженность симптомов заболевания, сопутствующая патология, функция органа, HPV статус. И оценка лечебных возможностей и целей этого лечения – это сохранение органа, увеличение общей выживаемости, либо выживаемости без прогрессирования, уменьшение размеров опухоли, контроль над симптомами заболевания, улучшение качества жизни, а также качество жизни после лечения. И основа, конечно, это минимализация токсичности лечения. И хочется отметить, что пациентам с серьезными сопутствующими заболеваниями, с психологическими проблемами, ослабленные больные, они тоже должны лечиться, но более простыми стандартными методами. На каких же этапах могут быть использованы химиотерапевтические препараты? Это первичное лечение сочетания с лучевой терапией, но здесь будет и доля пациентов, которым будет проводиться индукционная химиотерапия, так же, как и самостоятельная химиотерапия. Первая линия – это прогрессирование после первичного лечения, и вторая линия – это прогрессирование после платины. Несколько слов по поводу рака носоглотки. Это исследование, которое было представлено НАСКО в 2020 году, и которое имело значимую роль в планировании возможности лечения пациентов с этой локализацией. Мы, конечно, привыкли, что рак носоглотки в основном используем те же самые схемы химиотерапии, как и при полости рта, ротоглотки, гортаноглотки. НАСКО 2020 года были получены, были продемонстрированы убедительные данные о том, что выбор первой линии лекарственного лечения должна быть не схемой химиотерапии по схеме ПФ, а должна быть схемой химиотерапии, включающей гемцитабин и цисплатин. Потому что в первой линии она демонстрирует увеличение в отношении, придает преимущество в отношении выживаемости. Подгрупповой анализ показал, что выигрывают все больные, как у кого был рак носоглотки, вне зависимости от демографических признаков гистологии опухоли, вне зависимости также от локализации отдаленных метастазов. В рекомендациях Российской Федерации схема гемцитабин и цисплатин пока еще не внесена для лечения. Минздравовские рекомендации. Но я думаю, что эта схема вскоре будет уже появиться в наших рекомендациях, и мы сможем использоваться в НССН. Она уже имеется. Вот они как раз минздравовские рекомендации. Что касаемо... Напомним, что добавление моноклонального антитела цитоксимаба, как наиболее эффективного, показали уже давнишние клинические исследования 2008 года, в котором экстрим, в котором было продемонстрировано при увеличении к химиотерапии цитоксимаба, увеличение общей выживаемости, а также выживаемости без прогрессирования. И действительно, уже на протяжении более 10 лет этот режим является предпочтительным в лечении первой линии лекарственного лечения. Но хочу обратить внимание на правый график, где видно, что при увеличении сроков наблюдения за больными, при добавлении цитоксимаба к химиотерапии, это все работает где-то до 15-го месяца. До 15-го месяца. Но стоит, конечно, отметить, что режим ПФ в плане мукозитов токсичен. Токсичен в плане мукозитов. И это связано с длительными инфузиями 5-фторуроцила. И также этот режим требует установки порта для его проведения. Исследование ГАРТЭК наших французских коллег касалось метастатического плоскоклеточного рака, отличного от назофарингеального рака. И мы прекрасно понимаем, что большинство наших пациентов – это больные старших возрастных групп, имеющие определенный коморбидный статус, и возраст которых старше 70 лет. И поэтому перед нами встает вопрос, какую схему химиотерапии этому больному выбрать. И мы видим результаты исследования, которое было продемонстрировано, что было исследование ЛАНФИТ и ЛАНЮНФИТ, где больные проходили осмотр, эхо сердца выполнялось, они проходили тестирование, заполняли анкеты, где определялся гириартрический статус этих больных. И больные были распределены в два рукава. Первый рукав – те больные, которые по специализированным опросникам могли получать стандартную химиотерапию Экстрим, только там была замена цесплатина на карбоплотин плюс цитоксимаб. А вторые – больные по коморбидному статусу, которые не могли получать стандартный режим Экстрим, те получали монотерапию либо ацетоксимабом, либо метатриксатом. И мы видим по результатам исследования, что если пациенты старших возрастных групп не имели возможности получать стандартную химиотерапию Экстрим, то выживаемость этих больных уже на монохимиотерапии была одинакова. Ещё одно исследование, которое расширило наши возможности, было сравнение Экстрима и сравнение схемы ТПЭКС, в котором была замена длительных суточных инфузий 5-фторурацелом до цитокселом, которое было представлено в 2019 году. И, в общем-то, оно оказалось удобнее, ТПЭКС, исследование, ведение химиотерапии, поскольку там было 4 курса, и больной не нуждался в установке порта, было меньшее количество мукозитов. По исследованию, в общем, формально было положительным. Были получены абсолютно сопоставимые результаты по медиане общей выживаемости, медиане допрогрессирования, по показателям двухлетней выживаемости. Частота объективного ответа в цифровом эквиваленте даже оказалась несколько выше на исследовательском режиме, 46% на ТПЭКСе. Но если подытожить, особо разницы в исследовании не было. И таким образом можно сказать, что комбинация цитостатиков плюс цитоксимаб могут обеспечить увеличение общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования, а также увеличить частоту объективного ответа до 36%, и, соответственно, 46% при ТПЭКСе. Но отмечу, что в 2020 году на АСКО были представлены обновленные результаты этого сравнения, где частота объективного ответа на экстриме составила 59%, а на ТПЭКСе 57%. Также на АСКО 2020 было представлено под анализ этих двух исследований, и практически по всем показателям жизнедеятельности режим ТПЭКС обладал преимуществом, и при этом не теряя в показателях выживаемости. Еще более сложный вопрос, чем выбор первой линии. Мы понимаем, что выбор первой линии – это, в общем-то, успех жизни наших пациентов. Появление последние годы противоопухолевой терапии регуляторами иммунного ответа внесло революционные изменения в лечении плоскоклеточного рака. Не могу не сказать об исследовании КИНОТ-040, на основании которого мы можем сейчас выбирать в нашей клинической практике не только цитостатики, но и цитостатики в комбинации с иммунотерапией, а также монотерапией, гибиторами иммунных точек. Теперь это уже внесено в клинические рекомендации РУСКО пока еще с конца апреля 2021 года. Видим, что исследования в зависимости от статуса СПС, уровень СПС, где был выше 1%, увеличение общей выживаемости состояло на 14%, а где СПС был более 20%, объектив общей ответа был плюс 20% пациентов. Ну и если подытожить, потому что это исследование подробно рассказала Замира Ахметовна, при сравнении пембролизумаба и экстрима, пембролизумаб значимо улучшает общую выживаемость в сравнении с режимом экстримом, обладает благоприятным профилем безопасности и полученные данные поддерживают применение монотерапии пембролизумабом в качестве стандарта первой линии терапии рецидивного метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи при наличии экспрессии PDL. Еще одно исследование по изучению пембролизумаба, где оценилась также общая выживаемость, и мы видим, что та же самая картина в отношении выживаемости без прогрессирования, все когорты пациентов отвечали на лечение, даже в общей группе популяции, там было увеличение выживаемости без прогрессирования на 6%, в группе, в которой CPS был более 1%, увеличение выживаемости без прогрессирования составило 8%, и в группе опухолей высокоиммуногенных, где CPS был более 50%, это увеличение выживаемости без прогрессирования плюс 23%. По отношению увеличения однолетней выживаемости, также видим, что в группе, у которых был экспрессия CPS, с более 1% 13% состояло процентов увеличения однолетней выживаемости, и в группе, где CPS был более 50% плюс 21%. Исследование по изучению неволумаба, еще один иммунопрепарат, который нам помогает в лечении наших пациентов, неволумаб исследований Чекмейт-141 продемонстрировал улучшение общей выживаемости, которое, в общем-то, сохранялось с увеличением длительности наблюдения за этими пациентами. Еще бы раз хотела, конечно, отметить, что вернуться к биологии опухоли, где опухоли P16 позитивные и P16 негативные, и та и другая когорта больных, в общем-то, хорошо отвечала на лечение, но хотелось бы отметить, все-таки опухоли, где P16 позитивные опухоли, они все-таки лучше отвечают на лечение. Также был проведен анализ двухлетнего наблюдения за теми пациентами, кто ранее получал стоксимаб и кто не получал стоксимаб. Мы видим, что несколько есть увеличение общей выживаемости у тех больных, кто ранее не получал стоксимаб. Еще одно исследование, посвященное неволумабу по его изучению, это немецких наших коллег Ханна, оно продемонстрировало эффективность этого препарата во второй линии в реальной клинической практике, причем эффективность была у пациентов как старшей возрастной группы, также у пациентов различной степени ЭКОК, вне зависимости от чувствительности к препаратам платины. Таким образом, особой-то разницы не наблюдалось. Видим, если это НССН рекомендации, где режимы прописаны. И в заключении хотелось бы сказать, что у наших пациентов крайне низкий показатель общей выживаемости, стандартное противоопухолевое лечение, но малоэффективно и не увеличивает продолжительность жизни. Назначение иммунотерапии может рассматриваться как основная лечебная опция для больных плоскоклеточным раком головы и шеи. Иммунотерапия, вероятно, эффективна при любом статусе HPV. Эффективность иммунотерапии увеличивается при увеличении экспрессии PDL, и поэтому целесообразно вводить в клиническую практику исследование, тестирование PDL-1 для плоскоклеточного рака головы и шеи. И, конечно, мы все ожидаем расширения показателей, показаний к более раннему назначению иммунотерапии. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.